Здравствуйте, уважаемые зрители и гости моего канала! Пришла очередная посылка с сайта Faberlic. Это мой заказ за май месяц. Сейчас покажу, что здесь у меня было. Гель для посуды. Я не помню, я, по-моему, уже такой заказывала, цитрусовый. Мне нравятся такие более свежие ароматы. Это получается лимонный мята аромат. Такой цитрусовый немножко и лимон, и мята чувствуется. Я брала с грейпфрутом, брала еще какой-то цитрусовый. Наверное, может такой же, не знаю. Мне нравятся эти моющие средства. Они концентрированные, подходят для детей от ноля. Эффективен против особо сильных, стойких и жировых загрязнений. Подходит для мытья детской посуды. Так как он концентрированный, некоторые его разводят. Ну, я не развожу, я просто переливаю бутылочку с дозатором. И удобно пользоваться немножечко. Средство хорошо пенится, не оставляет на, по сути, запаха какого-то. Состав вроде более-менее натуральный, хороший. Для устранения сильных или засохших жировых и крахмалистых загрязнений используйте в концентрированном виде. Выдавите небольшое количество средства на губку, вымойте посуду, затем тщательно ополосните. При необходимости используйте щетку. При сильном загрязнении посуды оставьте ее на время в растворе. Разводить средства можно в пропорции от 1 к 2 до 1 к 4 кипяченой водой. Популярные средства, в принципе, эти моющие. Еще я заказала новинка такая появилась. Ультракондиционер для белья, ароматерапия, восточный пион. Заинтересовали вот эти кондиционеры для белья, потому что у них там заявлены такие восточные ароматы, масла. Вот здесь, например, почули, амбра, ноты. Они все практически с почули, а я как бы люблю этот аромат. Ну, хороший запах, такой посильнее, чем у предыдущих кондиционеров. Я все, в принципе, кондиционеры практически попробовала. Он идет на 30 стирок, я кладу где-то колпачок, но если этот сильно будет ароматный, можно, наверное, и пол колпачка. Суперконцентрат, особая забота о тканях и соблазнительный пудровый аромат цветов с теплыми нотами амбры и почули. Изготовлен он фабрлик Россия. Дозировка здесь идет 4 на 4-5 кг белья, 15-20 мл. 6-8 кг 20-25 кг, ручная стирка 10-15 мл. Получается 15-20 мл, это полмерного колпачка. Поэтому, в принципе, можно половину дозы, половинку наливать, мерного колпачка и будет нормально. Ну, если хотите более мягкого и сильного аромата, то можно чуть-чуть побольше. Если так дозировать, где-то на 30 стирок хватит, может даже более. Еще здесь вот такой заказала освежающий, вышуканный долет, гель для душа, крем-гель для душа с мятным ароматом таким. В принципе, мне понравился мята, с освежающей мятой и молочными протеинами. Такой мятный, летний такой охлаждающий аромат у него. Там есть разные ароматы. По-моему, он был по акции, я поэтому его попробовать на пробу заказала. Еще здесь заказала разные виды мыла. Вот три заказала вот таких для крем. Он чем-то похож на даб, такой мягкий аромат у него, нежное прикосновение. Хорошее, кстати, мыло. Там по акции я брала какие-то по баллам, по-моему, виды. Вот, и три вот таких цветочных, цветочных вот такие вот здесь брусочки. Получается, океаны Кептауна, туалетное мыло, королевская протея и водяная ливия. Карибский бриз, сочный на нас и карамбола. И любовное цветение, цветок сакуры и японская слива для тела, лица и рук. Такое, цветочные такие ароматы, хорошие. Здесь по 70 грамм кусочки вот такие мыльца, по 70 грамм молочный протеин. Пользуюсь. Я три их заказала. Заказывала самые выгодные по цене. Самые, которые подешевле или по акции шли. Это такой имеет очень такой кремовый аромат у него. Смягчающее такое мыло. Хорошо пенится. Из интересного вот такое заказала для холодильника. Шарики для устранения запаха в холодильнике. Один шарик я уже положила в холодильник, а вот оставшиеся их надо хранить в целлофановом пакете, чтобы они, ну или вот в такой упаковке не распаковывать полностью. Ну и еще можно в пакет положить дополнительно. Они вытягивают неприятные запахи. Ну в принципе работают, как мне показалось. Полностью устраняют запах в холодильнике, уничтожают плесень бактерий, увеличивают срок хранения продуктов до двух раз. Вот такие вот интересные шарики. Все равно какие-то могут быть запахи в холодильнике. Какая-то еда может стоять готовая, приготовленная. Вот они это забирают. Этот запах впитывает в себя. Получается три штуки шарика. Распакуйте продукт, разместите шарики, поглотите ли запаха внутри холодильника, заменяйте шарики по мере того, как снижается их эффективность раз в 3-4 месяца. То есть их хватает на 3-4 месяца. А если даже я в один положила шарик на весь холодильник, то как бы тут почти на год получается вот этих три шарика. В принципе выгодная цена. Изготовлены они в Китае. Угольный абсорбент внутри. Больше ничего здесь нет. Пластиковые шарики и внутри угольный абсорбент. Сейчас пользуюсь одним шариком. Мне кажется, что поглощает он запах. Я даже и забыла, что есть какие-то запахи в холодильнике. Еще здесь вот такая перчатка. Это называется мочалка Кисе. Материал 40% вискоза и 60% полистер. Я такими мочалками давно пользуюсь. Я заказывала с Китая. Здесь удобно, что как они сделаны, как рукавичка. Этой мочалкой я не постоянно пользуюсь. Я пользуюсь, когда хочу сделать такой хороший скраб. Тело, такая скатка получается. Очень хорошо смывает, отшлифовывает, скажем, тело. Я еще ей не пользовалась, но она подобна тем, которые у меня были. Так что очень хорошая мочалка. Если вы не пробовали, попробуйте. Рекомендую, потому что вы так ни одной мочалкой не ошлифуете. Если любите такой классный скраб, отшелушивание мертвых клеток. На влажную кожу делается. Без мыла можно даже. Начиталась отзывов. Заказала вот такую салфеточку. Салфетка для кухни из микрофибры. Легко удаляет сильные загрязнения. Подходит для любых поверхностей. Двусторонняя. Тут она с разных сторон. Я читала по отзывам, посуду моют и поверхности протирают. Кто чем только не занимается с ней. Без моющих даже средств она как бы хорошо оттирает. Ну, я протирала, вроде как хорошо работает. Она хорошо впитывает. Тут разная вязка с каждой поверхности. Поэтому можно приспособить как удобно. Она хорошо впитывает жир. Она получается. И как бы на кухне очень хорошо все очищает. Салфетка удаляет особо сильные загрязнения. Жиры, косметика и так далее. С любых поверхностей. Не оставляет следов, царапин. Вам не потребуется моющий средство. Салфетка эффективно удалит грязь с помощью простой воды. Новая разработка. Двухстороннее плетение. С одной стороны рельефное. Для протирания любых видов поверхностей. Столешницы, стола, холодильника, дверей, ванны, раковин, посуды. И с другой стороны ребристое плетение. Для рельефного, но вместе с тем деликатного. Очищение сильных загрязнений. Кухонных плит и кафеля, духовок, металлических покрытий и других поверхностей. Удалять пыль и легкие загрязнения можно сухой салфеткой. Для удаления въевшейся грязи смочите салфетку теплой водой и хорошо отожмите. Не требует использования моющих средств. Померить загрязнение. Салфетку необходимо стирать вручную или в машине при температуре не выше 60 градусов. То есть ее можно стирать в машинке. В машине при температуре не выше 60 градусов с мылом или другим средством. Не содерживающим отбеливателей и кондиционеров. Выдерживает не менее 2000 стирок. Не гладить, не сушить на батареях. При правильном использовании салфетка прослужит вам не менее двух лет. То есть, если этой салфеткой даже посуду моют, как бы это такая экологичная, можно сказать, салфетка, которой можно заменить многие губки, какие-то даже моющие, чистящие средства, если она действительно справляется. Ну, я мыла, вроде как хорошо она вымывает. Я еще буду дальше экспериментировать с ней. Можно будет еще на замену одну заказать, если понравится. Ее можно, в принципе, как и для пыли использовать. Хорошо собирает, так как она из микрофибры. Для экрановый монитор. Вот такие салфетки, здесь 30 штук. Я протирала уже компьютер свой, ноутбук. То есть, хорошо протирает, как бы нормально. Здесь нарисованы фотоаппараты и телефоны. Немножко такие, как такой химический аромат какой-то, такой спиртовой. Салфетки влажные для экранов и мониторов всех типов. Подходят для удаления пыли и загрязнения с различных экранов, бытовых телевизоров, LCD, TFT-экранов, плазменных панелей, мониторов, ноутбуков. А также для очищения оптики, стеклянных поверхностей, копировальных аппаратов и сканеров, пластиковых частей монитора, клавиатуры, мыши. Обеспечивают деликатный и эффективный уход, не оставляют развода, устраняя статическое электричество. Скройте упаковку, отделив стикер. Извлеките салфетку, плотно запечатая упаковку для предотвращения высыхания остальных салфеток. Протрите загрязненную поверхность и дайте высохнуть. Развода, ну я в принципе протираю еще просто бумажной мягкой салфеткой сверху, чтобы наверняка не было никаких разводов. Чисто так отдельно, я еще пока ее не использовала. Такая щетка, уже старая щетка, которую я заказываю. Первая щетка понравилась, какая-то там ионная, по-моему, а это с угольным напылением. Я эту щетку еще даже не использовала. Вот такая щетка, очень удобная такая, красивая. Щеточка, это новинка, как бы я так поняла. Здесь вот получается угольное напыление, как бы. И есть еще силиконовые сбоку, как бы вот такие очень мягкие, кстати, щетинки. Щетина с угольным напылением, эффективно очищает зубы, обладает отбеливающим эффектом. Щетинки разного уровня легко очищают межзубные промежутки и труднодоступные места. Это силиконовые элементы по краям, предназначенные для массажа десен. Эргономичная двухкомпонентная ручка с упором для большого пальца и нескользящим покрытием надежно фиксируется в руке. Довольно, да, удобная ручка, прозрачная. По жесткости, у нее средняя жесткость. Ну, я в основном такие беру зубные щетки, чтобы была средняя жесткость, потому что сильно жесткие мне не нравятся. Ну, и сильно мягкие тоже. Ну, вот предыдущую щетку я заказывала тоже средней жесткости. Мне она понравилась, как бы я сейчас пользуюсь. Хорошо чистит, зубы изготовлены тоже в России. Ну, еще здесь у меня вот такой коврик. Я заказала это самое дорогое приобретение, которое в этой была посылке. Коврик от Faberlic. Такой, как, похож на, по-моему, Ляпко или как вот были коврики. Здесь такие наклеенные пластиковые кружочки с шипами. Сам коврик, он, получается, там поролон просто. Внутри вот поролон, чехол. Читала, что в отзывах кто-то постирал его в машинке. Вот эти штуки отклеились. Так что, если захотите стирать, то лучше вручную. Ну, что, я на нем лежу. Я на него облокачиваюсь. Мне нравится. У меня есть с металлическими иголками. Тоже массажер такой. Это чем хорошо, что он на всю спину, как бы. И он из-за того, что там поролон, а он не мягкий, хорошо его можно облокачиваться на него, на спинку стула или кресла какого-то. Вот, ну, короче, на что вы облокачиваетесь, можно ложить. Он хорошо держится и такой делается, как массаж расслабления. И полежать на нем перед сном тоже можно. Шипы, они не сильно врезаются, как бы, но свое дело они делают. В общем, такой массажик. Можно полежать, расслабиться, отдохнуть. Еще у них есть вот такой валик. Тоже думаю, что удобная штука под шею. И он такой, хорошего размера, такого большого. Можно его, я на него даже облокачиваю с шеей. У него есть такая инструкция. Акупунктурный массажный коврик, аппликатор. Массаж под воздействием силы тяжести собственного тела. Традиционный метод, используемый в восточной медицине на протяжении веков. Это эффективный и безопасный способ улучшения состояния здоровья, снятия боли и повышения функциональных резервов организма. Представляет собой тканевую основу с пластиковыми шипами, форма которых исключает повреждения кожи. Коврик предназначен для воздействия на рефлекторные зоны организма в целях устранения боли в спине и других участках тела, улучшения кровообращения, снятия повышенного мышечного тонуса и других симптомов. Коврик можно применять для массажа стоп в целях воздействия на рефлексогенные зоны, а через них на практически все органы и системы организма. Можно еще ногами становиться. Акупунктурный коврик также рекомендуется использовать перед сном в целях расслабления, снятия напряженности и усталости. Размер его 65 на 40 см. Материал хлопок, пластик поролон. Служба 2 года его. Сделана в Китае. Вот такой коврик. Буду пользоваться. Полезное приобретение. Такой у меня обзорчик сайта Faberlic за май месяц. Спасибо за внимание. Переходите по ссылке под видео. Это реферальная ссылка. Вы сможете попасть в мою команду и тоже заказывать сайта Faberlic. Практически во многие страны. Украина, Россия, там Беларусь. В общем, очень много стран бывшего СНГ и зарубежные страны тоже там, по-моему, Faberlic есть. Так что смотрите там, заходите на сайт по ссылке и можете посмотреть, в какую страну отправляют. Прекрасно доходят по ссылке, потому что есть у них склады в Украине, в России. И по ссылке приходят там буквально за 3 дня после заказа. Быстро. Спасибо за внимание. Всем здоровья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok